Придется искать объезд. В центре города перекопанных участков станет еще больше. Из-за протечек на трубах перекроют движение на двух улицах. Назовем адреса. Об этом я только расскажу прямо сейчас. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Елена Чихомова. Здравствуйте. Все под контролем. В городе Ормустрое показали лабораторию, где проверяют качество асфальта. Вырубки покрытия привозят со всего города. Внимание всем и пешеходам, и водителям. Кировские инспекторы собрали статистику аварий с участием пешеходов. Говорят, цифры внушительные. Никандр, Арчибальд, Явлалия и Аврора. В городском ЗАГСе рассказали, какие необычные имена выбирают родители своим детям в Кирове. А сколько малышей появилось на свет в этом году. Футбольный клуб «Динамо Киров» вернулся в профессиональный спорт. Первый матч сыгран, первые выводы сделаны. К чему футболисты готовятся теперь? В центре города перекроют сразу несколько улиц. Из-за дефектов на сетях знаки «Кирпич» появятся на Казанской и «Свободы». Как сообщили в мэрии, на «Свободы» будет закрыт участок около дома номер 138. Это на перекрестке с Милицейской. Коммунальщики планируют закончить работу к 8 августа. Другой участок на улице Казанской между Горбачевой и Молодой гвардией. Там тоже обнаружены протечки на трубах. На проезжей части уже выставили запрещающие знаки, но асфальт еще не вскрыли. Водителей просят учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты. После ремонта в рамках нацпроектов в Кирове принята 21 улица. В том числе положительные заключения, полученные по итогам исследований асфальта. Специалисты основного предприятия, подрядчика это Гордормустрой, рассказали о работе своей лаборатории, где проводятся испытания проб материалов. Так как одновременно в городе ремонт проходит на многих участках, то лаборатория загружена максимально, работает круглосуточно, как и рабочие на дорогах. Основная задача – контроль качества материалов. В частности, исследование так называемых вырубок, проб асфальтобетонных смесей, битумных эмульсий. По словам сотрудников ГДМС, контроль ведут не только за своей работой, но и за участками субподрядчиков. Также вырубки направляются и в независимую лабораторию. Одними из основных параметров, на которые проверяются вырубки, это на наличие воздушных пустот и на толщине. У нас есть ночной выпуск асфальта, поэтому ночью лаборант на нашем выпуске присутствует и контролирует процессы. Это однозначно. 151 ДТП с участием пешеходов произошло в Кирове с начала года. В этих авариях 6 человек погибли и 156 получили травмы, в их числе 39 детей. По сравнению с прошлым годом цифры выросли, озвучили статистику в ГИБДД. Чтобы свести количество ДТП к минимуму, инспекторы проводят рейды. Рассказывают водителям и пешеходам правила поведения на дорогах. К обучающему процессу присоединилась и наша съемочная группа. Инспектор ДПС Дмитрий Аганин не зря остановил водителя этой серой иномарки. Автолюбитель Виктор Агалаков не пропустил женщину, которая ступила на пешеходный переход около дома на строителей 30. Мужчина за рулем не хотел признавать вину. Мол, пешеход только начала движение. Он успел бы проехать? Если так только ступила, останавливаться, то знаете, будет пробка какая. У нас пешеходы менее защищены, их нужно все равно пропускать. Пробка, пробка. Впрочем, после беседы Виктор Иванович все же согласился с доводами инспектора ДПС. Признается, за рулем 40 лет и обычно пешеходов пропускает. Сегодня оступился, но впредь будет внимательнее. Наверное, неправда. Больше не будете так делать? Конечно, нет. Пропускаете вообще пешеходов? Всегда. К слову, рейды, во время которых сотрудники ДПС ловят водителей, не пропускающих прохожих на пешеходных переходах, в ГИБДД проводят регулярно. Наибольшее внимание уделяют особо аварийным участкам, таким как строителей 30. Ведь треть ДТП на дорогах Кирова связана именно с наездом на пешеходов. При этом каждый второй случай происходит на обозначенном знаками переходе. Только в этом году в таких авариях два человека погибло, 86 получили травмы, в том числе 27 детей. Чтобы не допустить подобного, водители должны соблюдать несколько правил. Водитель, подъезжая к пешеходному переходу, должен снизить скорость согласно дорожным знаком. Также, если пешеход вступил на проезжую часть, водитель должен пропустить пешехода. Водителю запрещено осуществлять обгон транспортных средств на пешеходном переходе. На регулируемых перекрестках при осуществлении правого или же левого поворота водитель должен пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть дороги. Если перед переходом остановилась другая машина, водитель должен убедиться, что пешеходов поблизости нет. Проводят воспитательную работу сотрудники ГИБДД и с пешеходами. К примеру, переход на Сориково-18, аварийный участок. Во время рейда инспектор Артем Исаулов остановил группу ребят. Рассказал школьникам правила поведения на дороге, вручил памятные подарки и провел по переходу. Посмотрите, мы подходим сейчас к пешеходному переходу с вами. Первым делом, что мы с вами делаем? Смотрим налево, направо, несколько раз. Не просто один-два раза посмотрели, несколько раз посмотрели. Видим, что машины нас видят. Правильно? Возьмемся за руки и поднимемся. За руки возьмемся и смотрим по сторонам. Кроме того, во время перехода дороги пешеходы не должны отвлекаться на посторонние вещи, слушать музыку в наушниках, разговаривать по телефону, рассматривать в гаджете фото и видео. Если стемнело, стоит надеть одежду со световозвращающими элементами. Вне города эта рекомендация превращается в требование. Если пешеход вздумает переходить дорогу в неположенном месте, его ждет штраф 500 рублей. Кошелек водителя, не пропустившего пешехода, опустеет на полторы-две с половиной тысячи. Если случилась авария, пешеход получил тяжелые травмы или погиб, автолюбителя ждет уголовная ответственность. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давича. Хотела помочь знакомому, но подставила саму себя. В Кирове перед судом предстанет 45-летняя женщина за дачу заведомо ложных показаний в качестве свидетеля. По версии следствия, Кировчанка на допросе пыталась убедить полицейских в том, что ее знакомый невиновен в аварии. Теперь за свои слова женщине придется ответить в суде. Дала заведомо ложные показания, фактически исказила данные о действиях приятеля. Вместе с тем эти обстоятельства не нашли своего подтверждения в судебном заседании, и виновник аварии был привлечен к уголовной ответственности. В настоящий момент по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу. С начала года в городе родилась уже тысяча маленьких кировчан. В городском ЗАГСе зарегистрировали запись о рождении ребенка с этой круглой отметкой. Юбилейной стала девочка, ее назвали Марий, малышка третья, дочь в семье. Как отметили в областном министерстве юстиции, за первое полугодие самыми популярными именами среди девочек стали София, Мария, Анна, а самыми редкими и необычными – Явлалия, Мелисса, Зейнаб и Аврора. Рейтинг самых популярных имен среди мальчиков возглавляют Михаил, Артем и Матвей. В списке редких и необычных мужских имен этого года – Фадей, Арчибальд и Никандр. Новая игра и новый шанс проявить себя. Футбольная команда «Динамо Киров» во втором дивизионе готовится к очередной игре с опытным соперником из Санкт-Петербурга. Впервые за шесть лет наш регион в этом сезоне представлен в профессиональном футболе. Старт «Кировчан» во второй лиге прошел на выезде с командой «Химик» из Дзержинска. В субботу наши ребята проиграли соперникам со счетом 2-1. К такому результату болельщики отнеслись с пониманием. Это была первая игра кировских футболистов в этом составе. Новое «Динамо» сформировали лишь месяц назад из ребят нескольких городов. Не хватило пока совместного опыта, сыгранности, считает наставник «Кировчан», тренер из Москвы Виктор Булатов. Сейчас готовимся к следующему туру. Игра будет в Петербурге с командой «Звезда Санкт-Петербург». Сильная команда в прошлом году дошла, по-моему, до 1-4 Кубка России. Команда новая, поэтому проблем много. Рад, что, в принципе, селекция прошла. Я считаю, довольно-таки хорошо. И ребята неплохие собрались за столь короткий срок. Надеюсь, что от игры к игре будем прибавлять. Оперативно следить за новостями удобно в наших социальных сетях. А еще пишите нам, присылайте видео по номеру, которое вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды, а после программу «Объясняй популярность» Еленой Шарыгиной. С вами была Елена Чехомова. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!